90-летний юбилей встретили бавлинцы Лидия Громова и Илья Пивененко. Подробнее в сюжете Лейсан Галимовой. Поздравить Лидию Громову в этот знаменательный день пришли руководители горосполкома Равиль Шарипов, представители Совета ветеранов МГДУ Бавлыниев Чулпан Фадхолин и Петр Ланин. Они выручили ей букет цветов, традиционное поздравление президента России и памятный подарок. Юбилярша встретила гостей тепло, сердечно делилась воспоминаниями о своей молодости и трудовых годах. В военные годы мы с мамой вязали носки на фронт и перчатки, варежки вязали с одним пальцем. И сушили картошки много. Даже нам один солдат прислал благодарность. Вот письмо искала, да не нашла. Это жили в деревне, прислали благодарность нам, что вот за перчатки стрелять-то надо с одним пальцем. Вот такое. А сколько мы сушили картошки. Ага, высушили и послали, все на фронт посылали. Очень много делали. Вон даже мне медали дали за работу. Все вот такое. А в колхозе пололи все. Вот такие дела. Лидия Романовна вырастила двух дочерей. Она бабушка четырех внуков и девяти правнуков. Всю свою жизнь она проработала в системе НГДУ по спортивной. Общий стаж ее работы составляет 44 года. Квартира Лидии Громовой украшена красивыми яркими коврами. Их она изготовила своими руками. Любовь к рукоделию ей привила еще в детстве ее мама. А куда-нибудь на выставку не отправляли? Да, а это вот музей-то все время меня брали. В этот же день свой юбилей отметил Илья Павлович Пивненко. Поздравить его с днем рождения в его дом прибыли. Руководитель горосполкома Равиль Шарипов и председатель профкома общества Бавлинской ОТТ Руслан Хальфиев. Гости вручили юбиляру памятный подарок и поздравление главы Бавлинского района Рамиле Гатятулиным. Илья Павлович до выхода на Петю проработал в ОТТ более 40 лет. Он воспитал и вырастил троих детей. Имеет девять внуков и восемь правнуков. Девять. А родился в Харькове? Да, в Харькове родился. Дальше я не говорю. Ну скажи, вот как ты жил там, когда маленький был? Война была. Небольшой такой эпизод, да. Вообще в детстве? Да. Не дай богу никому. Такую жизнь. Жил, ну, с 14 лет не было. Угу. Уже зрелый возраст. Начал трудиться в колхозе для того, чтобы покушать. Эта война началась. Вот летом один дома никого, мать работала. Дома никого нет. Я пас жеребят маленьких. И вот однажды сел на лошадь, которая ездила. Вдоль речки, там речка у нас уже проходит. Вдоль речки еду. Военные мешки набивают землей. И бросают в воду. Думаю. Я спросил, они разве скажут мне. Ну и я уехал к шалашу. Поехал. И там уснул. Утром просыпаюсь, мои жеребята по воде вот так ходят. И меня чуть не затопило в шалаше. Война началась. Илья Павлович в Бавлах оказался для строительства кольцевой дороги. Затем обосновался здесь, перевез своего брата. Ветеран рассказал, что рад тому, что его старость проходит в Бавлах под мирным небом.